К новостям спорта. В Курске завершился третий этап чемпионата и первенства России по картингу. География соревнований оказалась очень широкой, а поддержать курских пилотов приехали даже члены гоночной команды Италии. Подробнее об этом расскажет мой коллега Глеб Парфюнцев. В этом сезоне спортсмены порадовали любителей картинга по настоящему непредсказуемой борьбой на трассе. Лучшие пилоты страны вновь получили возможность помериться силами. Жарко было уже в квалификационных заездах. Россия вся, и Южно-Сахалинск, и Сибирь, и практически все регионы нашей громадной родины. И порядка 150 человек здесь, даже чуть с хвостиком. Не обошлось без аварий. В плотном потоке карты нередко получают повреждения и сходят с трассы. В соревнованиях класса КЗ-2, это самый быстрый коробочный класс в картинге, подготовке техники уделяли максимум внимания. У меня муго развала колес. Идет постоянная работа. После каждой тренировки карта меняется, исходя из предпочтения пилота. У всех пилотов настройки разные. Также меняется двигатель, настройки сцепления, подход к резине у всех свой. Юрий Григоренко в Курск приехал с намерением потеснить лидеров турнирной таблицы. В 2002 году гонщик из Москвы дебютировал на этой трассе. Безусловно, здесь есть прекрасные возможности для атак соперников. И, с другой стороны, несколько упрощает борьбу на самой трассе. Так что, в принципе, трасса сложная, но с тем же она и интересная. Поддержать картингистов приехали члены команды Италии. Микеле Панегадо в Курске впервые, но с русскими пилотами знаком хорошо. У нас одна официальная команда. У нас есть российские водители, они пилотируют в Европе. Не только в Италии, где у нас есть другой чемпионат. Они постоянно путешествуют с нами. Благодаря своему опыту они могут повысить уровень российского чемпионата. Потому что люди могут приобрести новый опыт, работая с профессионалами. Курск традиционно принимает соревнования высокого уровня. Для родины российского картинга это вопрос принципиальный. Нашим пилотам пока сложно конкурировать с лучшими спортсменами страны. Но до перестала подсчета в гонках всегда неблизкий путь. Глеб Арфенцев, Максим Леонов, Телеканал 7.